Толпа голодных людей собралась у аэропорта города Ле Кье на юге Гаити. Этот населённый пункт больше всего пострадал в результате землетрясения 14 августа. Люди пришли требовать гуманитарной помощи. В аэропорт прибыл очередной вертолёт с продовольствием и товарами первой необходимости. Но пострадавшие говорят, что им ничего не дают. «Если гуманитарную помощь передадут, нужно, чтобы её отдали людям, а не оставили себе. У нас нет президента, нет законодателей, нет сенаторов. Нас бросили. Мы ждём Божьей помощи». Землетрясение было силой 7,2 балла. Оно оставило города в руинах и убило более 2100 человек. Завалы продолжают разбирать, то есть погибших, скорее всего, будет больше. Кроме того, больницы переполнены ранеными. «Я упал и потерял сознание. Очнулся в больнице. У меня поломана берцовая кость и голень. Жду здесь, чтобы поговорить с врачами и узнать, что дальше делать и всё ли хорошо». Многие люди продолжают спать под открытым небом. Палаток и чистой воды не хватает. Сейчас в помощи нуждаются не менее 600 тысяч гаитян. 135 тысяч семей остаются без крова. В стихийных лагерях сохраняется опасность эпидемий, в частности холеры. Гаити – беднейшая страна Америки. И она по-прежнему не восстановилась после более разрушительного землетрясения 11-летней давности. Она убила более 200 тысяч человек. Кроме того, 7 июля здесь убили президента. Гаити погрузилась в политический и экономический хаос. Чили, Колумбия, Доминиканская республика, Мексика, Панама, США и Венесуэла направили на Гаити продукты питания, лекарства и другие товары.